На одну сельхозярмарку в городе станет меньше. Такое решение может быть принято в связи с требованием прокуратуры об устранении нарушений на бульваре Галяскара Камала, где каждый выходной идет торговля. Соответствующее представление было направлено в адрес руководителя исполкома и начальника местного управления МВД. Информация о возможных переменах уже появилась в ряде челнинских СМИ. А что думают о ярмарке, расположенной на проезжей части, сами горожане. В будни на бульваре Камала более-менее спокойно, но с наступлением выходных и с приездом сюда фермеров этот участок дороги становится оживленным. В один из таких дней, 14 октября, здесь был сбит 7-летний мальчик. После этого случая начались прокурорские проверки. Именно расположение ярмарки на проезжей части создает дополнительные трудности для участников дорожного движения. Так считают автолюбители, которые проезжали здесь в дни работы сельхозярмарки. «Тут разделительная полоса идёт, и в три ряда идут покупатели. Водителю приходится нарушать. Ему надо на сплошную линию, чтобы объехать покупателя». Так считают и многие жители 27-го комплекса, которые испытывают трудности при выезде со двора. А из таких – Эльвира Большакова, под окнами которой разворачивается торговля. Девушка отмечает, что лучше в дни работы ярмарок поездки на машине не планировать. «Либо ты столкнёшься с машиной, потому что они оставляют прямо на середине проезжей части, либо ты можешь столкнуть какого-нибудь пенсионера, человека, который пришёл за картофелем, за мясом. Они как завражённые увидят какую-то продукцию ярмарочную и идут, не оглядываясь по сторонам». Инспекторов ГИБДД для регулирования потока машин и пассажиров жители здесь не видели. Хотя после ДТП с мальчиком восстановили пешеходный переход, который был убран на время ремонтных работ. Теперь на всём бульваре Галиаскара-Камала четыре зебры. Интервал между ними небольшой. «Но они, тем не менее, идут по проезжей части. И дети, и пенсионеры». В свою очередь покупатели, а чаще всего это пенсионеры-пешеходы, выступают против переноса ярмарки. Удобно, близко, дёшево и на дороге спокойно, аргументируют они. «Едут они очень аккуратно, аккуратно едут в ту сторону и в обратную. Продажа здесь хорошая, всё подешевле». «Все люди пользуются, весь комплекс тут. Удобно вообще, во всех отношениях удобно. Ну, чуть-чуть уже бывают проблемы там. Ну, пусть потихоньку едут». «Ну, я сама не сталкивалась, не знаю. Но тут же движение никогда так неудобно переходить. Но сейчас вот это сделали, переход нормально». В отделе потребительского рынка исполкома прокомментировать ситуацию отказались, объяснив это отсутствием информации по поводу возможного закрытия ярмарки на бульваре Галиаскара-Камала. Исчезнут ли торговые ряды с данной территорией и придётся ли фермерам свернуть бизнес, станет известно уже в ближайшие выходные. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.